Ввести в заблуждение избирателя и повлиять на его мнение при помощи искусственно созданных обстоятельств, пример недобросовестного введения избирательной кампании. В ход идут современные технологии и методы психологического воздействия. О фейках на выборах, их разновидностях и способах борьбы с ними говорили на заседании общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году. Речь идет о придании каким-либо обстоятельствам тех характеристик, которые не соответствуют действительности и дают человеку ложные направления оценки событий, явлений. А если речь идет о выборах, то это, конечно, тех отношений в избирательных процессах, которые связаны прежде всего с формированием убежденности у избирателя в неких достоинствах кого-либо, либо наоборот. Чтобы не принимать за чистую монету то, что на самом деле таковым не является, важно уметь распознавать такую информацию и убирать ее из общего информационного потока. На помощь избирателям приходят опытные юристы, политологи. Сегодня против нас работают очень серьезные силы. Это силы профессиональные, это силы организованные, имеющие очень серьезные глубокие и проверенные сетки, в том числе и в телеграм-каналах. То есть те возможности, которым предоставляет информационное поле для распространения так называемого разгона информации. Поэтому мы, конечно, предупрежден, значит вооружен, поэтому мы сегодня постараемся предохранить наших жителей от той грязи, которая может политься в их, так сказать, информационное поле. В ходе заседания штаба на связь с Самарой вышли коллеги из общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Московской области и Общественной палаты Российской Федерации. Участники ВКС-встречи обменялись опытом подготовки независимых общественных наблюдателей и обсудили особенности работы с фейковой информацией. Считанные недели остались до выборов, а в жизни Самарской области это, конечно, выборы определяющие, высшее должностное лицо, а, между прочим, это репетиция и для вас, и для наших врагов. К сожалению, репетиция перед выборами основными – март 24-го года, выборы президента. И очень важно достойно пройти и сентябрь, подготовиться и достойно пройти март. В этом году в состав общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба назначен Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседателями стали президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.